грыжу можно лечить долго и болезненно а можно устранить причину и вообще не заниматься лечением приветствую вас друзья с вами сергей смоляков автор книги рожденный болеть специалист по немедицинскому оздоровлению организма грыжа межпозвоночная грыжа как и межпозвонковая грыжа как ее лечить можно ли и лечить можно ли лечить без операции нужна ли операция вот все о грыже друзья мои сегодня поговорим про грыжи у кого есть такая проблема пожалуйста подписывайтесь на наш канал возможно вы найдете здесь решение своим проблемам для начала нам нужно понимать что такое грыжа у нас есть позвоночник то что несет наше тело несет на себе вес тела нагрузку есть отдельные элементы позвоночник это позвонки вот они вот верхняя часть возьму ручку чтобы лучше видеть вот позвонок и другой позвонок между ними то что их соединяет полуэластичное такое соединение которое несет на себе вертикальную нагрузку да то есть амортирует выполняет амортизирующую функцию то есть он вот так пружинит вот и вторая функция он соединяет позвонки друг с другом это соединение двух позвонков и также это придает некоторую эластичность позвоночнику потому что позвоночник может незначительно двигаться позвонки могут незначительно двигаться друг относительно друга потому что межпозвоночный диск он имеет некоторую эластичность это не кость это мягкая структура на вроде связок там или мышц да ну тверже чем мышцы или связки но все-таки эластичность что такое грыжа нужно понимать друзья мои что причиной возникновения грыжи в большинстве случаев всегда 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 является неправильный баланс тела человека что такое баланс баланс это равномерность несения нагрузки то есть если у нас есть тело и мы вот одну руку подымем и возьмем в нее ведро с водой а вторую руку ничего не возьмем то мы будем идти слегка изогнутый или или наоборот вот так поймите мы будем компенсировать и пытаться удержать вот это вот нарушение баланса и у нас нагрузка по позвоночнику будет где-то смещаться в сторону какие-то области будет больше нагружены а какие-то области будет меньше нагружены что происходит при смещении первого позвонка когда первый позвонок у человека сдвинут когда первый позвонок у человека сдвинут не так покажу вот так первый позвонок вот ниже идет позвоночник когда первый позвонок у человека сдвинут позвоночник у нас друзья идет как он уже отклоняется от идеальной вертикальной правильного своего расположения и если мы возьмем к примеру поясницу у нас происходит такая вещь то есть вы видите что у нас один позвонок это плоскость это плоскость вот соответствии с понятием геометрии до возьмем геометрию 4 класс средней школы вот эта плоскость одна и плоскость другая если эти плоскости если эти плоскости будет иметь наклон то у нас с одной стороны давление на межпозвоночный диск будет больше а с другой стороны его наоборот не будет здесь в некоторой степени будет создаваться вакуум как это происходит на вот на манекене вот у нас если видно на позвонки имеет наклон и они придавливаются что происходит там где у нас наименьшее сопротивление туда выдавливается естественно это происходит не за один день это происходит формируется продолжительное продолжительное время первый позвонок у человека смещается как правило в раннем ну не в раннем детстве нет он сон смещается во время рождения об этом отдельный ролик как-нибудь запишу да вот и либо смотрите в других роликах по моему я об этом уже рассказывал первый позвонок смещается время рождения и когда ребенок растет течение там молодости это еще как-то компенсируется но с возрастом человек становится тверже он менее гибкий менее податливый меньше может вот эти вот компенсаторные нагрузки выносить да и организм рано или поздно снашивается его структуры ослабляются вот и происходит вот такая вещь то есть сначала это это не происходит сразу ну да бывает травма там человек попал в аварию или что-то поднял там резко дернул сверх тяжелый груз какой-нибудь на тренировке там вот и у него произошла грыжа но все равно это происходит постепенно в начале у него происходит протрузия что такое протрузия протрузия это выпячивание диска выпячивание диска без его повреждения то есть он еще сохраняет свою целостность вот но когда у нас уже появляется повреждение когда содержимое диска начинает попадать в окружающей ткани то есть нарушена целостность диска да такой пузырь такой с жидкостью но очень грубо очень грубо и когда вот происходит разрыв это уже грыжа он может быть частичный там или в большей степени он может быть вплоть до того что все содержимое диска все содержимое пульпозного ядра это то что внутри содержится оно все изливается наружу организм это переваривает рассасывается да вот и у нас позвонки грубо говоря они просто ну полностью соприкасаются друг с другом то есть между ними больше нет прослойки почему в некоторых случаях мы ну не можем получить результат потому что восстанавливаться уже нечему если грубо говоря там мизинец отрезать человеку да то у него новый не вырастет ну просто просто все мы уже лишили его этого вот и также и диск если он разрушился полностью там уже нечему восстанавливаться то собственно уже вернуть обратно не получится но мы можем положение позвонков относительно друг друга сбалансировать то есть вот такое положение когда у нас разрушился диск его здесь нету это одно на дальше у нас начнут разрушаться позвонки и это более серьезное состояние чем даже грыжа хотя грыжа невероятно болезненно может быть и вообще неприятным таким явлением вот у нас начнут могут разрушаться диски ой диски позвонки поэтому чтобы стабилизировать чтобы сбалансировать положение позвонков сделать их хотя бы чтобы они стояли друг на друге что происходит в организме человек когда позвонки без диска становятся друг на друга они срастаются простаются как перелом как соприкосновение двух костей когда две кости соприкасаются друг с другом наше тело устроено таким образом что они срастаются почему срастаются кости при перелом потому что они соприкасаются друг другом здесь тоже самое диск межпозвоночный, он является изоляцией, которая не дает срастаться позвонкам. Как только он стерся, у нас позвонки срастаются, ну, будет просто некоторая меньшая подвижность, в конечном счете, ну, у стариков я наблюдал такое, да, они там не могут не согнуться, не повернуться, вот. Но, тем не менее, когда-то там, в 60 лет, 65-8, у них болела спина, и там была грыжа. Вот, там уже давно нет грыжи, там просто позвонки друг с другом срослись. Нужна ли операция, когда у нас грыжа происходит, когда у нас либо там протрузия, да, какое-то выпячивание, как хирурги говорят, нейрохирурги, сдавливаются нервы, выходящие там, жуткая боль. Друзья мои, если мы при неправильном положении позвонков относительно друг от друга отправим человека на операцию, что происходит во время операции. Диск у нас удаляется, там пространство вычищается, ну, это, как бы, я беру такой более сложный вариант операции, да, там пространство вычищается, и позвонки закрепляются относительно друг от друга ровно, и скрепляются болтами, саморезами, железками, да. Иногда между позвонками заливает цемент, вот, иногда просто скрепляют металлическими скобками. При отсутствии устранения причины, то есть, что делают врачи, они борются с симптомами, даже делая операцию, они убрали диск, ладно, вычистили, либо отрезали вот эту выпуклость, отрезали его как-то здесь зафиксировали, да, вот, но они фиксируют позвонки друг с другом относительно друг друга металлическими скобами, и если у нас общее искривление сохраняется, то, а мы в середине некоторый элемент зафиксировали относительно друг друга, то у нас выше или ниже этого места появится еще пара-тройка новых грыж, и это будет более тяжелое состояние, ему понадобится новая операция, только уже разрез будет не такой, а вот такой, вот, и это все хуже и хуже и хуже ухудшает состояние. Друзья мои, ни в коем случае не соглашайтесь на операцию, ни в коем случае, при любом состоянии. Я был на конференции европейской, международное, там, сообщество врачей, и там была негласно провозглашена статистика операций, там, не помню точных цифр, но больше 90 процентов, 90-93 процента, что ли, да, операций на спине, на позвоночнике по поводу грыж, они через 3-5 лет заканчиваются ухудшением состояния. 90, больше 90 процентов, друзья. Ещё раз, больше 90 процентов операций по поводу грыж заканчиваются ухудшением состояния. Через 3-5 лет. Классно? Не 50, не 30, не 10, не 2 процента побочных эффектов. Нет, 90 и выше. И операции на следующий день делаются повсеместно. Это широко пропагандируемая практика. Смысл их делания, ну, я не знаю. Но я знаю, что вы должны знать об этом и ни в коем случае не соглашаться на операции на позвоночнике. Что можно сделать? Можно сделать, исправить положение первого позвонка, да, вот первый позвонок. Мы выравниваем положение первого позвонка, проходит время, позвоночник выравнивается, наши позвонки в проблемном месте тоже нагрузка становится более ровной. Первое, что мы получаем, у нас уменьшается или исчезает болевой эффект, ну, грубо говоря, спина не болит. Второй, если там есть чему восстанавливаться, диск восстановится. Третий, там, возможно, если диск не восстановится, хотя бы кости правильно срастутся, и не нужно будет никаких вот этих травматических вмешательств в работу вашего организма. Поэтому, друзья, обращайтесь в наш центр, ищите в поиске методика Смолякова, узнавайте все об этом, либо приходите на консультацию, на диагностику, она, кстати, бесплатна абсолютно. И я желаю всем здоровья, не болейте! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!